Складывается впечатление, что все участники разговора не до конца понимают, что же такое деколонизация. Если мы говорим про ценностные вещи, то надо говорить про деколонизационную оптику. А деколонизация — это принятие иного, принятие иного как равного. После 24 февраля огромное количество людей после мобилизации приехало в Кыргызстан из России. Это представители гражданского общества, активисты, преподаватели, журналисты. Переселилась к нам некая тревога за этот мир. Мы все люди, и мы все хотим быть свободными. Трезвые люди прекрасно понимают, что никто не хочет на войну. Здравствуйте, я Марина Скорикова, и мы на канале Саперы Ауде. Это проект Школы гражданского просвещения. В разных форматах мы рассказываем о событиях, тенденциях и явлениях глобального мира. Чуть более ста лет назад ошеломляющие 84% поверхности Земли были частью империи. После Первой и Второй мировых войн все они были распущены, но не Россия. Кроме того, в отличие от Франции и Германии, она всегда отрицала свою имперскую идентичность. Действительно, Советский Союз был нелегальной империей и был провозглашен ею фактически уже после своего распада. Затем уже в постсоветской России был выстроен неоимпериализм. Ценностный вакуум после крушения коммунизма был заполнен консервативной утопией. Способна ли Россия осознать и проработать свое трудное прошлое? А что происходит с теми, кому удалось вырваться 30 лет назад из-под вынужденного протектората? Почему деколонизация – это про ценности, а не про границы? У нас в гостях исследовательница социально-политических процессов из Кыргызстана, выпускница школы Эльмира Нагайбаева. Эльмира, спасибо большое тебе, что уделила внимание нашему интервью. Хотела бы начать с такой общей темы. На форуме в поисках утраченного универсализма одна из самых жарких панелей была та, которая посвящена вопросам деколонизации. После полномасштабного вторжения России в Украину разговор об имперских амбициях так или иначе стал мейнстримом. Но складывается впечатление, что все участники разговора не до конца понимают, что же такое деколонизация. Расскажи, пожалуйста, как ты видишь эту проблему, в чем этот камень преткновения и почему мы не можем договориться вокруг этого понятия? Тема деколонизации, о которой, собственно говоря, я говорила и раньше, когда приезжала на школу, сегодня особенно обрела вот такую ценность, важность именно после начала войны. Война катализировала эти события. И то, о чем мы раньше говорили, завуалировано, оно обрело такую форму. Что касается деколонизации, действительно, существует большая проблема в таком понятийном поле в языке. Дело в том, что сегодня язык, описывающий вот эти процессы, он не сложился. А если говорить точнее, то этот процесс был всегда во все времена у разных народов. И он назывался по-разному. Кто-то называл их освободительные движения, тенденции, национально освободительные. То есть это всегда была такая борьба за свободу. Это, собственно, то, что соответствует концепцию форума, как поиск универсализма, и концепцию, мне кажется, ценностной и нашей школы, наших школ. Это попытка отстоять свободу и достоинство как личных, конкретных людей, так и общественных. И, собственно говоря, деколонизация об этом. Почему? Потому что колонизация — это как раз-таки ущемление одних групп другими. А колонизация — это всегда иерархия, это всегда монополия, это всегда центр, периферия. А деколонизация — это как раз-таки снос вот этих иерархических социальных коммуникаций. И понятно, что это всегда непросто, но если мы говорим про ценностные вещи, то надо говорить про деколонизационную оптику. То есть мне кажется, что здесь сегодня мы очень многие говорим именно через призму свободы, достоинства, самовыражения. Это и есть деколонизационная оптика. И здесь есть еще второй аспект, что когда мы об этом говорим, здесь есть понятие, что мы все равны. А деколонизация — это принятие иного, принятие иного как равного. Это речь о достоинстве моего, твоего. Если мы это понимаем, принимаем, то мы можем договариваться. И если мы описываем сегодня войны, конфликты, кровавые события, мы понимаем, что люди что-то друг другу доказывают, кто-то пытается дискриминировать, кто-то пытается защищаться. Но если мы воспринимаем друг друга как равных, вне зависимости от позиции, расы, гендера и так далее, то мы сможем всегда договориться и прийти к консенсусу. Вот в моем восприятии деколонизационная оптика позволяет вот такие возможности. Поэтому говорить про это пока очень сложно, но не просто необходимо. То есть я так понимаю, что здесь опять же такой конфликт между ценностями и решительными действиями. Потому что часть людей, которые говорят про деколонизацию, понимают это как выход из-под имперского давления. И самое главное видят не в языке, не в культуре, не в исторической памяти, а как разрыв связи, так скажем. Здесь скорее два этапа. Первый ценностный – это такой призыв воспринимать всех равными. Это очень сложно, потому что очень многие люди размышляют, как в русском языке, со своей колокольни, с позиции одной страны, одного региона, МКАДа или чего-то еще. Это призыв рассматривать вне зависимости этих моментов, для того, чтобы можно было бы, чтобы не было вот этой вот как бы снисходительности или неравенства. И второй этап – это уже активистский этап, это добиваться вот этих равных возможностей, ломая эти структуры. Но когда мы говорим про деколонизацию, это речь не только между странами, допустим, как многие думают. Нет, мы можем говорить про колонизацию знания, например, или колонизацию монополии на знания, когда очень часто, например, в академических структурах мы видим такие сферы. То есть это вне сферная вещь, это очень важные разговоры, прежде всего ценностные и активистские в том числе. Есть тоже вот два таких слоя. Первое – это 15 постсоветских республик, которые вышли из протектората Советского Союза и за 30 лет уже выстроили свою автономию. Сейчас второй этап проживают национальные республики, которые внутри России находятся. И это, наверное, сейчас наиболее болезненная история. Все вот эти вот такие довольно резкие осуждения связаны как раз с теми, кто находится внутри Российской Федерации. Скажи, пожалуйста, вот за те годы, которые прошли со временем выхода Кыргызстана из Советского Союза, получилось ли выстроить национальное государство? Как ты видишь, на чем оно строится? Как решаются вопросы языка, культуры и все? Прежде всего, наверное, люди. Я сегодня вижу потрясающее поколение, для меня потрясающее поколение абсолютно независимых людей, с покольной такой идентичностью. Дело в том, что никто не отвергает плюсы и минусы советского периода. Но надо понимать, что мы потеряли, что мы приобрели. И в этом смысле взять, если меня длить. Я иногда себя рассматриваю как объект исследования, потому что я была... Полжизни прожила в той стране, какую-то основную часть, да? Я была пионером, комсомольцем, октябренком. Я так много маршировала. Вот эти конфликты с моей идентичностью, и этнической в том числе, они как бы наслаивались. И они есть до сих пор. Зато сегодня, когда я вижу молодых людей, и они абсолютно спокойно идентифицируют себя с Кыргызстаном, говорят на кыргызском, при этом на разных языках, я не знаю, на английском, китайском, арабском, турецком. Это совсем другое поколение. Мы же росли как бы в одной культуре, этот наружи в другой культуре. Конечно, есть проблемы социально-политического характера, есть проблемы экономического характера, они есть везде. Но то, что складывается уже поколение людей, которые идентифицируют и понимают, что они часть независимого государства, которые ценят язык, культуру, свою идентичность, это очень дорогого стоит для нас. Скажи, а есть ли вот этот феномен советского человека, о котором говорит, например, Лев Гудков, что все, в общем, вышедшие из щенели Советского Союза, так или иначе носят в себе, как это в Кыргызстане? В принципе, ну вот это то же самое, да, вот как ты сказал, что все были там октября пионерами, ну и тем не менее смогли бы стать свободными. Мне кажется, далеко не все, далеко не все. Вот эта реакция на несвободу и умолчание, и даже реакция на войну, говорит о том, что на самом деле далеко не все стали свободными. А те, кто стал свободными, они, наверное, проделали большой труд. И это и критическое мышление, и попытка сравнивать, и понимать. Но при этом, что такое советский человек? Это конструкт, да, который конструировался, ну, 70 лет, который постоянно смотрел, который пестовался в первую очередь, как некий, через героизм и жертвенность, через такую коллективную культуру, через жертвенность на благо государству, идеологии. Человек, который, поколение, которое положило там юность, молодость во благо прекрасного далека коммунизма. И это, с одной стороны, безусловно, это люди, которые проживали счастливые жизни, юности, молодости, но которые, в общем-то, довольно много отдали той идеологеме, которая была тогда. И они остаются. И там, может быть, были еще какие-то важные вещи. Например, интернационализм, да, это вот, это для меня, например, до сих пор феномен, да, он как бы случился, да, была искусственная часть этого, да, на государственном уровне, мы всегда все равно видели такие картины дружбы народов, и всегда все равно в центре была такая русая девочка или русый мальчик и все такое прочее. Но с другой стороны, культурный интернационализм общего, она еще выковывалась, я говорю, на этой жертвенности, потому что все знали, что они винтики-шпунтики, во имя чего-то будущего. Это тоже сплачивало, но, в общем, не все так просто. Советский человек — это феномен, Гудков об этом говорит, потому что он сам из этой истории, да, но этот человек уже уходит. На смену конструкту этому приходит другой конструкт. Вот сегодня мы говорили про искусственную социальность, про людей, у которых там киберхвостик в виде телефона, если его забрать, то человек страдает. Это же вот другой уже конструкт. То есть на самом деле человечество переживает разные виды вот таких конструимеров моих идентичностей, и они сменяют друг друга, ничего не поделаешь. Ты организовала школу гражданского просвещения в Кыргызстане, собственно, как площадку, где люди могли учиться критическому мышлению и понимать, как стать частью глобального мира. Скажи об этом опыте, получился ли он, и насколько это релевантно сейчас в Кыргызстане? Ну, честно говоря, я никогда не грезила педагогической деятельностью, так скажем. Но я всегда любила, страшно любила читать. И мне когда-то давным-давно попалась зачитанная до дыр общая тетрадь, это публикация московской школы. И мне пришла идея, что очень важно собирать людей и дискутировать. Это потом я уже освоила разные концепции, концепцию дискурса. То есть там, где люди говорят, рано или поздно происходит развитие изменения. И в общем-то наша, у нас называется Академия гражданского просвещения, сложилось так, что мы стали собирать людей и говорить на очень разные темы. Вообще говорить, рассуждать, представлять. И каждый раз мы, каждый из участников, мы переворачивали восприятие себе. Каждый человек воспринимал себя как исследователя. И это очень сложно, да. Комплекс самозванца, он так выработан, в том числе и нашими, и советскими, и потом патриархальными поколениями. И когда люди начали говорить, когда люди начали, когда индивидуальный какой-то свой поиск, и коллективный, это стало работать. И мы, наша Академия уже 11 лет, и она работает, и на нее большой спрос. Очень многие люди хотят... Наверное, вот это вот сетевое общество, оно не позволяет и разучило людей общаться вживую, да. Люди могут в социальных сетях там клэшевать, спорить. И это немного от лукавого, потому что тебе не могут возразить. И там ты можешь выливать, и это не обязательно хорошо аргументировать и качественно аргументировать. Но когда ты живой разговариваешь с человеком, ты, по минимуму, смотришь ему в глаза. И когда это аудитория. И вот эти вот дискуссии, они просто необходимы. Мне кажется, что из этого, в общем-то, родился парламент. А мы это делим в Академии. Еще один вопрос тоже про твой проект. Про проект Эсмиде. Это аналитическая площадка, которая занимается вопросами исторической памяти. Расскажи, как это происходит в Кыргызстане. Вызывает ли это такое же негативное отношение у государства, как это в России? Потому что, как ты знаешь, мемориалы, все, что связано с попытками осмыслить прошлое и дать правовую оценку тому, что происходило, тогда вызывает категорическое отторжение у государства и признается, в общем, экстремизмом и всем прочим. Как это у вас? Эсмиде – это дословно, даже не по-кыргызски, а по-тюркски. Я имею в виду у разных народов, тюркских народов, переводится как «я помню», «I remember». Дело в том, что я закончила ИСФАК, мое первое образование историческое, и где-то к четвертому курсу еще тогда я поняла, что что-то с историей не так. Дело в том, что как раз пришлось на пик 90-х, когда появилась гласность и очень много литературы. И я поняла, что на самом деле, из разговоров с моими родителями, с моим папой, я понимала, что на самом деле та реальность, которая описана в учебниках, она не совсем совпадает с реальностью, ну, как минимум, моего народа, который говорится в человеческой памяти. И когда 7 лет назад я попала в Японию в центр к антропологам и открыла для себя Memory Studies, я поняла, что это очень важный и академический, и социальный инструмент, который мог нам открывать самих себя, свою идентичность. И я привезла его в Кыргызстан. И второе, что я понимала, вопрос о языке, не про этничный, а про такой понятийный аппарат. Я поняла, что если я так и оставлю это Memory Studies в Кыргызстане, это будет, как многие, я не знаю, в том числе латинские слова, с важным смыслом, но которые так и не принимаются. И подыскав эквивалент, мы назвали это SMD. Теперь я могу прийти к любому чиновнику, к любой бабушке в селе, и когда она мне спрашивает, откуда ты, дочка, я говорю, я из SMD. Это как некий код, который открывают, и люди начинают делиться воспоминаниями, реальность, вот этой альтернативной историей. Мы начинаем открывать для себя то, о чем вообще никогда не описывалось в учебнике, или наоборот, то, что замалчивалось и демонизировалось. Репрессии, басмачество, история Ферганской долины, история депортации. Очень много народов было выселено именно на территории Центральной Азии. И это очень важный момент. Но надо сказать, что в нашем государстве не имеет ничего, собственно говоря, против. Вот у Улицкой есть одно интервью, и когда у нее задают вопрос по поводу государства, в то время еще, она говорит, пока у нас с государством все параллельно, все замечательно. У нас с государством все параллельно. Но дело даже проблем не в нашем государстве, а как бы в российском государстве. Вот этот отголосок, который сегодня называют как «войны памяти», он докатился и до нас. И они пытаются нас, в том числе, нас регулировать. Вот я упомянула басмачество. И мне нравится, что мы занимаемся этой темой. Ну, неудобное прошлое. Это как у Николая Эплея из книжка «Неудобное прошлое». Вот это вот ровно об этом. Ну, вы знаете, мне кажется, гораздо радикальнее, чем у Эплея. Потому что, ну, например, почему мы стали заниматься басмачеством? Потому что огромный запрос пришел от учителей школ, которые стали нам задавать вопросы. А как? Вот у меня учительница пишет, что у меня полкласса – это внуки тех самых басмачей, которые всю жизнь там шельмовали. И вот теперь могу ли я им рассказать правду? Или если нет, то как продолжать их шельмовать? Или все-таки? Потому что некоторые персоны, они были очень значимые. Они сохраняли свой род, свою семью. Они реставрировали минореты. Один из них создавал женские медресе. Это женскую школу по тем временам. Это такой прогрессивистский человек. А его настолько демонизировали, расстреляли. Его труп сфотографировали везде. Демонстрировали. То есть на самом деле это такая картинка. И это массовое движение. И там не только азиаты и мусульмане. Там было движение Монстрова, например. Мы хотим знать, что это было такое. И почему до сих пор у нас стоит музей Фрунзе, например. И половина музея – это оружие, которым, например, расстреливали, убивали туземцев. То есть местный народ. И мы имеем право это знать. Но нам предъявляют те же претензии. И почему-то это сравнивается… Не почему-то, это очевидно. Почему это сравнивается, например, с бандеровцами в Украине. Это простые параллели. Понимаешь, что все хотят очень найти простые ответы. Потому что это вот такое вот раз, два, три, и вроде как ты в дамках. Но я понимаю, это в России. Это драматичная история закрытия мемориала. Потому что как вообще… Ну, вообще-то это, на мой взгляд, вообще-то богохульство. В крестьянском понятии. Ну, в Кыргызстане другие законы, другая история. И мы такая маленькая страна. И у нас такая деформированная история. Ну, отстаньте уже от нас. Мы суверенное государство. Мы хотим знать, что было у нас. И почему у нас так всего многого изъяли, что повлияло на наше восприятие, идентичность. Почему так страх много у народа до сих пор, например. Ну, и вот эти все тенденции, они… Мне кажется, это безуспешно. Вот вся эта демагогия, пропаганда, ностальгия. Это такой анахронизм, знаешь, когда ты пытаешься зубную пасту обратно в тюбик засунуть. Вот, это очень хорошо. Потому что все-таки Украинский стан смог сделать так же, как страны Балтии и другие посоветские республики, которые смогли выйти за пределы. И все-таки правая оценка таковая была. То есть было хотя бы заявлено желание не участвовать в этом большом плавильном котле при всех его интернациональных каких-то плюсах. Война катализировала. Она, во-первых, проявила все эти процессы и катализировала их. И на самом деле, если говорить на это как про спецоперацию, то есть про интересы, которые были, на самом деле, они еще больше усилили всю эту правду и все это огромный запрос на понимание того, что сейчас происходит. Вот, это, наверное, да, как раз запрос на то, чтобы понять вообще. Потому что сейчас тоже интереснейшая ситуация сложилась. К сожалению, после 24 февраля огромное количество людей после мобилизации приехало в Кыргызстан из России. Это представители гражданского общества, активисты, преподаватели, журналисты. Кыргызстан был безвизовой страной и смог принять беженцев. Как происходит взаимодействие? Есть ли интеграция? И как ты видишь вот эту вот возможность от этой ситуации? Я сейчас не могу привести статистику, но даже визуально видно, что очень много ребят приехали к нам. Многие приехали с семьи. Я вижу очень много молодых людей, которые приехали с мамами. Это очень трогательно. И понятно, что они пытаются адаптироваться. Среди них очень много людей с классными профессиями. И очень многие из них... У нас как раз это совпало с развитием креативной индустрии, сообщества, движения. И они очень многие туда влились. Мы это видим. Они влились в этот креативный класс, IT-технологии и так далее. И очень многие приехали. Многие просто потерянные до сих пор. Вот меня вез сюда потрясающий парень из России. У него профессия. Он тренер по плаванию для детей. Уникальная профессия. Он настолько потерян. И он говорит, мне вообще нужен психолог сейчас. У меня такая ситуация. Для кого-то это очень... Для кого-то это очередное путешествие, для кого-то это вызов. Но мне кажется, что... Не, мне не кажется, я точно знаю, в Кыргызстане наше общество довольно радушное, довольно гостеприимное. Таких явных конфликтов я не вижу. И они не представляются. Несмотря на демпинг, на цен и так далее. Все прекрасно понимают. И вот эта какая-то... Переселилась к нам некая тревога за этот мир. И она тоже присутствует. Но в принципе, мне кажется, я вижу сейчас разные инициативы, стартапы, где совместные ребята, приехавшие, наши местные, что-то делают. Знаете, у нас... Мы в этом году второй раз, а в прошлом году первый раз, сделали такую акцию «Возвращение имен». И мы эту акцию сделали именно благодаря такому парню. Я ему очень благодарна. Он просто пришел и говорит, «Если вы будете делать такую акцию, я вам помогу». Мы к этому долго шли. И мы сделали эту акцию. И она получилась очень классная. И на нее как раз таки... Мы сделали ее в центре парка, вокруг деревьев. И мы не были уверены, что многие прийти, потому что в ней вообще-то такая заложена крестьянская культура поминания. У крызов, у мусульман культура поминания несколько иная. Но мы объединили эти две культуры. Поминания свечки, это крестьянские, бурсоки, это такие подушечки. Ну, в общем, две молитвы мусульманскую. И когда мы начали эту акцию, вдруг откуда-то со всех сторон из деревьев потянулись эти ребята. И они пришли, и они к нам присоединились. Вначале все читали карточки наших репрессированных. Там такие сложные ферганские имена. И я смотрю, ребята стараются, они их причли, потом они сказали. Это нас очень сильно объединило. Ну, да, но мы все люди, и мы все хотим быть свободными. И трезвые люди прекрасно понимают, никто не хочет на войну. И мы познакомились с одним парнем. Его зовут Володя, и вот он приехал сюда, а через два месяца за ним приехала его бабушка. Нет, это она мама, она просто в таком возрасте, да. Но это потрясающая женщина, я ее вижу, они недалеко живут. Им непросто, но не столько миролюбия и мудрости. Мне кажется, это такое олицетворение того, что должно победить. Спасибо большое, Эльмира, за твои старания оставить человеческий фундамент и двигаться к общему взаимопониманию. Спасибо. Спасибо большое.